Привет-привет, друзья! На этой неделе я буду перевозить, наконец, перевозить композицию из СРК, которая вон стоит на полу в офисе, уже готовая, уже бьет копытом, хочет так переехать и прыгнуть в партнерскую аквариум. Пару слов о этой композиции. И хочу напомнить, вот эти чудеснейшие очки у Рифкипера на сайте уже есть. Покупаем, ребята! Значит, хочу сразу, ребята, рассказать. Плитка 30 сантиметров. То есть, вот три плитки сюда 90 и 60. Практически, вот это проекция моего аквариума. Мой аквариум больше на 5 сантиметров вглубь и на 2. Ну, это можно этим пренебречь. Вот, грубо говоря, 3 на 2 плитки – это мой аквариум. Итак, композиция состоит из трех частей. Вот, три части, они склеены таким образом, что каждую можно достать. Вот, каждую можно достать. Что-то, ну, установить, во-первых, можно. Можно иметь возможность их как-то подвинуть. Вот такие три колонны, которые эти колонны при необходимости становятся вот такими вот арочками. Вот три вот такие вот арочки. И одна, один фрагмент, на который я хочу посадить порезанные мои саркофитоны на задний план. Выбрасывать их я не хочу, но, наверное, со временем они, если у меня получится все с акропорами, жесткими кораллами, то, наверное, они уйдут. Итак, ребят, что я хочу сказать. Клеилось это все на вот такой вот клей от Фауны Марин. По сути, это цемент такой серый, очень-очень быстро схватывается. То есть, работать надо немножко попрактиковаться. Хорошая штука. Рекомендую. Вот это вот. Вот. Смотрите, ребята, что я хотел сказать. Аквариум вроде бы большой, камней вроде бы немного, а места совершенно нет. И хочу вам показать сейчас еще одну штуку. А в данный момент, ребята, у меня вот такая ситуация. Вот те же вот две плитки на три плитки. Вот. У меня сейчас один камень, даже, наверное, он меньше, с саркофитонами. И вот так вот три камня я сделал для того, чтобы просто могли прятаться рыбки. И на одном камне растет пару акропор. То есть, вот эта вот композиция практически пустая. То есть, про что я говорю, на самом деле аквариум маленький. И если вы понимаете, какие вы будете садить кораллы, и как это все будет выглядеть, камня много не нужно. То есть, и, конечно же, лучше всего рисовать вот такую вот штуку, какую-то, какую-то легкую, какую-то интересную. Легкий, с небольших камешков можно склеить вот такие арочки легкие и посадить кораллы. Но для этого, ребята, надо понимать, какие кораллы вы хотите посадить, как они растут, в какую сторону, как одни с другими взаимодействовать, потому что одни кораллы, вы знаете, могут угнетать другие и так далее и тому подобное. И что, ребята, осталось вот эти вот три стоечки загрузить в ящик, поехать ко мне домой, поехать ко мне домой и что-то сделать. Видео очередного переделанного аквариума останется на память. Недавно у нас спрашивали, почему мы так часто что-то меняем в аквариумах. Ну, потому что нам, во-первых, интересно попробовать что-то новое, так как мы занимаемся морскими аквариумами. Нужно знать, что будет, если. Поэтому мы постоянно в каких-то поисках, в экспериментах, разное оборудование, разные камни и так далее и тому подобное. Итак, как вы видите, всего лишь два камня. Вот на одном камне сосредоточены все мягкие кораллы, несколько видов саркофитонов, пульсирующая синулярия, горгонария, дура ультра грин. Вот такой вот один красивый божественный камень, в котором в саркофитонах живут мои клоуны. На второй группе камней, как вы видите, всего лишь две несчастные акропоры, которые... Ну, вот эта композиция нужна, чтобы уравновесить все и прятаться, где было моим чудесным двум зебросомом. Да, ребята, вот такие вот дела. Как вы видите, песка осталось совсем немного, он грязный, некрасивый, в нем, как я рассказывал, много органики собирается, поэтому обязательно ухаживайте за своим песком, при необходимости его сифоньте и меняйте периодически. И вот камни мы вытащили, песка убрали максимально много, сколько смогли, сделал подмену два ведра по 20 литров, это 40 литров. Вот так рыба в шоке, два губана, один губан, который не желтый, уехал. Вот так вот все в вечернем свете, это в тот же самый день. Как вы видите, я посадил все эуфилии на крайний левый фрагмент, скажем, декорации. На дне лежат порезанные фраги саркофитона божественного, вот, его одни пенечки остались. Теперь надо ждать, когда... Если кто знает, как фраговать мягкие кораллы, вы знаете, что его нельзя просто приклеить, он должен зажить и сам прирасти к чему-то. Поэтому у меня сейчас на дне стоит масса стаканчиков одноразовых с песочком. В каждом фраге, в каждом стаканчике стоит фрагик саркофитона божественного, длиннополипного мадагаскарского. Да, ребят, вот так вот я рассадил по всем этим аркам все свои СПСы, несколько видов акропор, несколько видов мантипор, даже добавил красивых, простых, но красивых СПС коральчиков, поцелопоры, серитопоры разные, всякое самое простое, но я люблю, они красивые, они когда в большой массе, они очень красивые. Что, ребята, через несколько дней камни, конечно же, вы понимаете, какого стали цвета, все как следовало ожидать. Еще интересный факт, после того, как я убрал максимальное количество песка, нитрат и фосфат упали в нули. Теперь я дозирую кроме фосфата еще и нитрат, ребята. Такие дела. Поэтому помним, помним, что песок набирает в себя кучу грязи, кучу всего ненужного, кучу детрита, поэтому обязательно, обязательно за ним ухаживайте, сифоньте и периодически его меняйте. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео, видео развития наших аквариумов. Спасибо, пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок